Еще немного Японии на нашем канале. Снова Panasonic, чистокровный японец, ER1511K. Машинка классическая роторная, довольно таки уже давняя модель, как практически всегда у Panasonic была сначала ER1511, отличалась внешне по цвету корпуса, серебристый полностью корпус, ER1512, корпус комбинированный, часть серебряная, часть черная. Ну давайте для начала посмотрим, что у нас тут нарисовано на коробке, а потом распечатаем ее. Итак, основные отличия этой машинки это фирменный Panasonic нож X-Taper Blade. Наверняка на обороте нарисовано. Да, нарисовано в чем особенность? Это, во-первых, то, что зубцы подвижного ножа, они выполнены как бы буквой X, поэтому, когда они срезают волос, он не выталкивается из зубцов гребенки, а наоборот, загоняется и подрезается чистенько. Кроме того, специальная заточка, которая применяется только на ножах Panasonic. За счет этого волос именно режется, а не срубается, то есть стрижется практически как ножницами. Похожая конструкция ножа, кстати говоря, применяется на одной из машинок Bebelis. Bebelis, как она там, Volare или Ferrari, я уж не помню точное название, но Bebelis это такая вещь в себе, честно говоря, не рекомендую для профессиональной работы. Дальше, что еще у нас есть интересного на коробке? Еще у нас здесь пишут, что заряжается всего за час, при этом аккумулятор никель-металл-гидридный. Я уже неоднократно говорил, не стоит бояться никель-металл-гидридных аккумуляторов, это нормально. У них точно также практически отсутствует эффект памяти, не стоит этого бояться. Имеется удобный индикатор. Потом мы подробнее посмотрим. Опять же, про нож написано, что он на 40% эффективнее, чем более старый нож Panasonic. И по комплектации здесь имеется 6 насадок. В более новых, более дорогих моделях используются 3 двухсторонние насадки, здесь 6 односторонних насадок. И в комплекте у нас также есть подставки. Подставка под машинку и две подставки под ножи. Ну, давайте распакуем и посмотрим, что же у нас в коробке с карандашами. Итак, коробка. В коробке у нас машинка, подставки, насадки, зарядное устройство. Ну, давайте распакуем. Итак, распаковали, разложили. Давайте еще раз посмотрим, что же у нас в комплекте. Само собой, это машинка, само собой, это зарядное устройство для этой машинки. Это подставка для машинки, это у нас метла для чистки ножа, масло, 6 насадок и две подставки для насадок. Ну, еще две такие вот загадочные штучки. Позже выясним, для чего они нужны. Итак, машинка. В принципе, все это я уже видел в модели 15-11. Модель 15-12 отличается цветом. Эта часть стала черной, а не серой. И немножко изменилось кольцо. Кольцо стало более грубым в хорошем смысле. Стали вот эти вот насечки больше. У ER-15-11 они были довольно маленькие. В принципе, не было проблемой переключения. Но, тем не менее, здесь они стали гораздо более выделенными, более ощутимыми. За них проще хвататься, особенно это будет актуально, если вы работаете в перчатках. Многие барберы предпочитают работать в перчатках довольно толстых. Поэтому, ну, это хорошо. Хуже от этого точно не стало. Дальше что? Используется здесь классический нож от Panasonic. Нож быстросъемный. Выполнен из металла. Никакой керамики здесь нет. Гребенка выполнена из стали с покрытием из нитрида титана. Самый режущий нож выполнен просто из высокоуглеродистой стали. На мое удивление, здесь большая часть ножа из пластика, не из металла. Это должно ухудшать рассеяние тепла. Но, тем не менее, по отзывам греется не больше обычных ножей. Видимо, за счет лучшему скольжению благодаря этому самому нитриду титанина золотого цвета. Надевается нож только в положении длины среза 2 мм. В целом, регулировка идет от 0,8 мм до 2 мм. Регулировка поворотом кольца. Честно говоря, меня это смущало, когда впервые увидел такую конструкцию. Казалось, она ненадежной. Но, по отзывам, годами работают, ни у кого ничего не ломается. Так что, наверное, японцы все-таки не дураки. Дальше. Имеется удобная индикация. Уровня заряда остаточного и когда нам нужно зарядить. Сейчас мы видим заряд максимальный. Мигает у нас high. Когда разряжается до лоу, необходимо поставить на зарядку. При этом машинка может работать как от аккумуляторов, так и от сети. Сетевой адаптер в комплекте с довольно длинным проводом. Честно говоря, не разматывал, не измерял. Но так на вид около стандартных 3 м. Подставка. Для удобной зарядки здесь имеется подставка. То есть, мы вполне можем воткнуть наше сетевое устройство в подставку. И заряжать машинку именно на подставке. Это удобно. Это практикуют, наверное, все профессиональные парикмахеры. Это гораздо удобнее, чем втыкать напрямую провод в машинку. Все более-менее дорогие машинки комплектуются у нас подставочкой для зарядки. По поводу зарядки и времени работы. Данная машинка заряжается в течение 1 часа и работает до 70 минут. То есть, довольно хороший показатель. Время зарядки примерно равно времени работы. То есть, в принципе, если вдруг у вас много работы, вполне достаточно. Одного клиента постригли машинкой, пока работаете ножницами, у вас машинка вполне подзарядится для следующего клиента. Аккумулятор здесь никель-металлогидридный. У него очень маленький эффект памяти. Оговорюсь, эффект памяти присутствует во всех аккумуляторах. Независимо от их технологий. В том числе и в литий-ионных аккумуляторах. Литий-ионные аккумуляторы тоже теряют свою емкость, если их неправильно заряжать. Желательно все-таки добиваться того, чтобы он замигал, показать лоу, что вот уже закончится. Но, тем не менее, можно заряжать эту машинку и чаще, когда не произошло полного разряда. Даже когда у нас все еще мигает зеленая надпись HIGH. Единственная рекомендация для никель-металлогидридных аккумуляторов, это разряжать их полностью, ну, хотя бы раз в три месяца. То есть, пришли домой, отстегнули нож, включили машинку и подождали, пока она полностью разрядится. Двигатель. Двигатель здесь классический роторный, такой же, как в подавляющем большинстве, в 99,9 всех аккумуляторных машинок. Кроме роторных используются еще линейные моторы в аккумуляторных машинах, но это только в более дорогих машинках Panasonic и других брендов, использующих линейный мотор, я не знаю. То есть, это наиболее распространенное решение. Частота оборотов около 6000 в минуту, это стандартная частота, не больше и не меньше, чем у конкурентов, у всех у них в пределах 5-6 тысяч, то есть, показатели, в общем-то, средненькие. Мощность на уровне конкурентов, опять же, тоже около 5 Вт, то есть, ничего сверхъестественного здесь мы не увидим. Дальше, насадочки. Насадочки здесь классические сдвижные, односторонние, они у нас просто надеваются и защелкиваются, при этом необходимо отметить, что пластик здесь гораздо интереснее, чем у какого-нибудь там Мозера или Вола. Пластик более жесткий, то есть, он будет меньше подвержен деформации и растяжению. То есть, бывает довольно частая ситуация, когда через полгода буквально при работе приходится придерживать насадку пальцем, чтобы она не свалилась, потому что бывает такое, что она сваливается и вы просто снимаете, делаете плеш клиенту. Здесь такое маловероятно, поскольку, во-первых, они не просто натягиваются, они натягиваются на защелках, во-вторых, пластик довольно-таки жесткий, то есть, он меньше склонен к деформации от времени. Для хранения насадок есть у нас три подставки. Здесь можно расставить их по калибру, чтобы в дальнейшем уже удобно пользоваться, не терять времени, чтобы искать нужную подставку. Есть у нас еще две такие вот штучки в комплекте. Для чего эти штучки? Эти штучки нужны для того, чтобы соединять подставки друг с другом. При этом соединять вы их можете по-разному. Можете расположить насадки с одной стороны от зарядной станции, можете расположить по разной стороны. В принципе, и так, и так они могут соединяться друг с другом, это уже на ваше усмотрение. Но, честно говоря, соединение так себе, не особо надежное, поэтому это скорее так, для красоты. Хорошо. Ну, давайте попробуем резюмировать, что мы можем сказать про эту машинку. Машинка по качеству выполнения гораздо выше среднего. Приятный пластик. Вот этот черный, кстати, не знаю, насколько видно на видео, но вот так вот вроде видно. Он не просто черный, он черный металлик, смотрится довольно интересно. Удобный индикатор оставшегося уровня зарядки. Хороший мотор, хорошее время работы 70 минут, быстрая зарядка за час. Очень хороший нож. Это, наверное, один из лучших ножей. Гораздо интереснее, чем у Мозера Уолл Эндис. Не керамический, цельнометаллический нож. Нижняя гребенка с покрытием из нитрида титана, что уменьшает трение. Смазывать производитель рекомендует перед использованием, после использования. Что подразумевается под использованием, он не уточняет. Поэтому давайте оговоримся, что это не каждая стрижка. Это в начале дня и в конце дня после чистки. Машинку категорически рекомендую. Очень удобная, довольно легкая. Поэтому, если вы думаете, что вам купить, возьмите эту машинку. С другой стороны, если позволяют средства, то я бы посмотрел все-таки в сторону Panasonic ER1611. На сегодня это, пожалуй, наиболее интересный из Panasonic по соотношению характеристики цена. Ну и качество здесь всегда на высоте. Если остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. На этом с вами прощаемся. Ставьте свои плюсики этому видео. Делайте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Енот по стригун. Добавляйтесь в друзья. К пользователю Енот по стригун. Задавайте вопросы там. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok